Братья и сестры, я вас всех приветствую! Мир вам! Мое желание предложить несколько размышлений о благодати Господа, а именно попробовать вместе посмотреть и ответить на вопрос, есть ли что удивительное в благодати Бога. Текст Священного Писания, который хотелось бы опять вместе прочитать, записан в Евангелии от Иоанна, 8 глава с 31 стиха. Евангелие от Иоанна, 8 глава с 31 стиха. Мы прочитаем короткий отрывок. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Аврамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». «Знаю, что вы семя Аврамова, однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Вот этот вот короткий отрывок попробуем вместе с вами изучить. Вы знаете, вот чтобы в изучении этого отрывка помогут нам некоторые вопросы, на которые мы попытаемся ответить. А первый вопрос – это «Кому говорит Господь?» «Кому говорит Господь эти слова?» Или «Что за люди слышат именно вот эти вот слова?» Вы знаете, вот в любом отрывке Священного Писания, в любом вот законченном по смысле отрывку или тексту обычно есть то, в чем закладывается основа для правильного понимания. Вот 30-й и 31-й стихи помогут нам правильно понять вообще весь отрывок «Кому и о чем говорил Господь?» Давайте посмотрим 30-й и 31-й стихи. Итак, «Кому говорит Господь?» Когда Он говорил это, имеется в виду все то, что было сказано выше 8-й главе, «Многие уверовали в Него». Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Оказывается, существует большая разница в том, как верит человек. Вот посмотрите, текст говорит нам о том, что уверовали многие, но Господь обращается к определенной группе уверовавших. Обычно, вот допустим, в Евангелии от Иоанна глагол «верить» обозначает доверие Христу. Но вы знаете, вот такое доверие, которое выводит людей из смерти в жизнь. А в данном случае Иоанн, евангелист Иоанн говорит о вере человека, которая не пошла вот так глубоко. Я думаю, люди, к которым обращается Господь, их можно назвать случайные последователи. Я думаю, мы с вами согласимся в том, что таких всегда немало. Это могут быть люди, которым просто нравится учение Христа. Это могут быть люди, которые в чем-то соглашаются с Господом. Таким образом, слова Иисуса призваны донести смысл истинного ученичества даже до случайных последователей. Это очень интересно. Вы знаете, как бы люди не верили в Иисуса Христа, человеку очень важно понимать, что означает настоящая вера. Посмотрите, как соединяются 30-й и 31-й стих на речи тогда. Поскольку многие присоединились к Иисусу, тогда Он начал раскрывать правильное значение веры. Оказывается, достаточно легко быть случайным последователем. Поэтому вера или убеждение человека проходит испытание Иисуса. «Если пребудете в Слове Моем». Это смысл истинного ученичества или смысл истинного ученичества стать постоянным последователем. Не случайным последователем Иисуса, а именно постоянным последователем Иисуса. Вы знаете, вот такое вот отношение Христа к людям уже удивительно. А Господь Иисус Христос замечает даже недостаточную веру человека. Господь Иисус Христос замечает даже недостаточную веру человека. Даже на первый взгляд случайное может стать началом настоящей спасающей веры. А Господь Иисус Христос обращается именно к таким и пытается вести их дальше. Я думаю, уместным будет процитировать воспоминания одного из очень известных христианских проповедников о Чарльзе Спержино. Вы знаете, вот рассуждая о Господе Иисусе Христе, он говорит, я вспоминаю свое детство, когда мальчиками мы пытались раздуть огонь из тлеющей веточки. Я думаю, многие это делали, раздуть огонь из тлеющей веточки. Он говорит, что вот так вот крошечный огонек, на который мы дули очень и очень осторожно. Он говорит, мы дули на него тихо и с терпением наблюдали, как разгорается огонь. Чарльз Спержин говорит, что вот точно так Господь Иисус Христос замечает крошечную частицу веры в сердце человека, для того, чтобы эта маленькая вера приросла во что-то большое. Чарльз Спержин говорит, между прочим, это путь страдающего Господа. Это путь страдающего Господа, который трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Но как мы видим дальше из текста, Иисус далеко не хвалит маленькую веру. Мы с вами видим из текста, что Иисус далеко не хвалит маленькую веру в человека. Дело в том, что очень ясно Господь ставит условие. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Он не просто обещает благословение христианской жизни. Скорее, перед этими людьми Он ставит задачу – верьте больше. Вам нужно верить больше. Между прочим, многие из нас идут именно таким путем. Таким путем прошли близкие ученики Господа Иисуса Христа. Из поискования Евангелия мы с вами знаем, что многие из них присоединились к Нему в самом начале. А вот самое начало служения Иисуса Христа – это энтузиазм служения, это воодушевление, это принятие. Но затем на глазах учеников Господа воодушевление служением уступает место враждебности и даже преследованиям. И поэтому с самого начала Господь учил, побуждал своих учеников держаться узкого пути. Держаться узкого пути. Точно так вот теперь же Господь Иисус Христос здесь призывает своих слушателей не разочаровываться в трудностях христианской жизни и не смущаться о том, что они слышат от Него. Итак, кому Господь говорит эти слова? Назовем эту группу людей – случайные последователи или люди, у которых появилась крошечная вера. Следующий вопрос, на который можно ответить – вот почему же все-таки человеку нужна вера? Почему же человеку нужна истина? Или почему Господь вообще говорит с этими людьми? Вы знаете, вот не один раз Иисус Христос в разговоре с человеком показывает себя очень хорошим врачом, если можно сделать такое вот сравнение, или вот человеком, способным открыть самое важное для своего собеседника. Вы знаете, вот как хороший врач, он находит место не просто где больно, он находит причину боли в человеке. Вот так он разговаривал с Никодимом, которому сказал, что нужно родиться свыше. Так он говорил с женщиной у колодца в Самарии. Так он разговаривал с Нафанаилом под смоковницей. Ну и теперь вот эти вот случайные последователи Христа. Согласитесь, не всегда к врачу ходить приятно. Иногда врач делает больно. И вот когда слушаешь Господа, а как он говорит вот с этими людьми, может показаться, что Христос невежливо разговаривает с ними. Ну как вот при такой встрече, при вот такой вот реакции людей, при желании человека следовать за тобою, при вот таком внимании человека, как можно назвать их рабами? Как можно было обратиться и сказать, что вы несчастные грешники? Как Господь мог такое сделать? Вы знаете, конечно, есть какие-то правила приличия, особенно в разговоре, где принято избегать того, что как-то ранит человека. Конечно, в каких-то вопросах нужно оставаться вежливым. Но вот когда Господь говорит о грехе в человеке, Он говорит прямо, Он открывает человеку его состояние. В этом тоже удивительная благодать. Вы знаете, нажимая на больное, совсем не ради боли, а ради исцеления. Дело в том, что человек должен знать о том, что грех делает в нем. Человек должен знать, что грех сделает с ним. Это не всегда приятно слышать, но это путь к исцелению. И мы это с вами видим именно в этом отрывке. Итак, Господь говорит о том, что этим людям нужна истина. И говорит им о том, почему им нужна истина. 32 стих. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вы знаете, люди, с которыми говорил о Господе Иисус Христос, как и многие другие, они глубоко верили, что свободны. Они глубоко верили в то, что не подвластны чему-либо. Но вот как раз их реакция на утверждение Иисуса открыла глубокую зависимость, в которой они находились. Из текста мы с вами замечаем, что слова Христа разозлили этих людей. Слова Христа разозлили этих людей. Мы, семя Авраама, как смеешь ты говорить, сделайтесь свободными. Это очень интересно. Между прочим, в 22 главах Евангелия от Иоанна об Аврааме упоминается 11 раз. Вы представляете, что все 11 упоминаний можно найти во второй части вот этой вот 8 главы. Даже немного больше. Все упоминания связаны с утверждением иудеев, что они дети Авраама. Вы можете себе представить, насколько это было важно для них? Еврейский народ справедливо считал себя детьми Авраама. Господь Иисус Христос не один раз подтверждал это. Но в некоторых случаях вот эта вот привилегия быть потомками Авраама, она ведет человека к пустой самонадеянности. Поскольку они потомки Авраама, люди думали, что автоматически наследуют царство Бога. Это была привилегия, которую неправильно оценили. Иоанн Креститель предупреждал не полагаться на это. Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Предполагая, что царство небесное наследуется на основании физического происхождения, человек оказывается в очень шатком положении. В нашем отрывке мы замечаем именно это. Люди, которые гордятся тем, что являются потомками Авраама. Это люди, которые возмущены словами Сына Человеческого. Возмущены тем, что Он назвал их несчастными грешниками. Что же наш врач ответит на это? «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Это тоже опять интересно, вот слова Господа, оказывается, человеку неоднократно необходимо это напоминать. Даже если есть вера, вот именно это людям очень важно знать. Это действительно нужно подчеркнуть, о чем же говорит Господь. Вы знаете, вот это вот утверждение Христа, всякий делающий грех, есть раб греха, сводится к следующему. «Мы с вами не становимся грешниками, совершая греховные поступки, но совершая греховные поступки, потому что мы с вами грешники». Мы с вами не становимся грешниками, совершая греховные поступки, но мы совершаем греховные поступки, потому что мы с вами грешники. Другими словами, корень не в изолированных действиях, которые считаются отклонением от того, кем я должен быть, скорее греховные действия открывают то, что есть у меня в сердце. «Я делаю грех, потому что я нахожусь в нем». И грех – это совсем не случайное отклонение человека. Вы знаете, есть другие тексты Священного Писания, в которых эта мысль развивается похожим образом. Между прочим, в Священном Писании появляется особый термин человека, который живет в грехе. Вот апостол Павел говорит, что это человек мертвый по преступлениям и грехам. Обратите внимание, Библия не говорит, что человек больной, а именно мертвый. Вот когда Бог смотрит на человечество и посылает Своего Сына, Он не посылает врача, который бы лечил человека. Бог видит мертвых людей, которые нуждаются в воскресенье. Вы знаете, еще одна характеристика мертвого человека, вот апостол Павел говорит, что он живет по обычаю этого мира. То есть человек мертвый во грехах, человек без Бога, он следует курсу этого мира. Мы с вами замечаем из опыта нашей жизни, из библейских текстов, что всегда человек отрицает, что находится в духовном рабстве. Наоборот, изо всех сил человек пытается показать свою свободу. То есть здесь то есть, в действительности есть одно, но всегда пытается показать другое. Или человек, посмотрите вокруг, братья и сестры, человек всегда пытается выглядеть лучше. Человек пытается выглядеть хорошо, точно так, как может быть преданный последователь моды, пытается выглядеть лучше. В действительности сила греха затрагивает все аспекты жизни человека. В действительности сила греха затрагивает все аспекты жизни человека. Библия говорит о том, что грех поразил разум человека. Грехопадение оказало значительное влияние на человеческий разум. Грех затуманивает разум и повреждает нашу способность ясно мыслить. Конечно, после грехопадения человечество сохранило способность думать. Математика мы можем с вами складывать, делить, умножать. Мы можем рассуждать, делать выводы, спрашивать. Тем не менее, каждый из нас, каждый из нас обречен делать ошибки в нашем мышлении. Ошибки, которые могут быть очень дорогостоящими. Нет гарантии в том, что человек ясно думает о духовных вещах. Библия говорит о том, что грех затрагивает желание человека. Грехопадение оставило значительное влияние на желание человека. Но вот если быть честным по отношению к себе, мы с вами заметим, братья и сестры, что внутри нас с вами существует мир. Целый мир, над которым мы с вами не в силах господствовать. Это мир наших желаний. Мы пытаемся что-то сделать, пытаемся воспитывать себя, добиваться в чем-то, но это мир, которым мы с вами не можем господствовать. Это желание человека. И далее, может быть, основное в Библии говорит, что грех поразил волю человека. Иногда мы с вами думаем, что мы с вами можем обратиться к Богу своими усилиями. Библия говорит, что нет у человека свободы просто принять решение и обратиться к Богу. Священное Писание говорит о том, что Бог дает покаяние человеку. Библия говорит, что Бог дает время для покаяния человеку, и Бог ведет человека к покаянию. И так всестороннее господство греха в жизни человека. Знаете, еще немножко больше можно сказать о грехе. И можно процитировать вот именно людей, которые как-то по-особенному поняли природу греха. Они поняли, что такое грех. Ну обычно вот о грехе человек начинает рассуждать правильно, здраво, после глубокого покаяния. В Библии есть примеры таких людей, у которых были тяжелые грехи и были глубокие покаяния. Один из примеров – это Давид. Вот помните, тяжелый его грех в Сверсавии. Грех, осознание которого пришло спустя многие месяцы. И вот потом он писал 50-й Псалом. Вы знаете, цель этого Псалма очень интересная. Он писал, для чего я пишу это? Вот эти вот слова «научу беззаконных путям твоим». То есть Давид открывал свои переживания, Дух Святой побуждал его показать, чтобы другие люди узнали, ну вот что же такое грех. Иногда люди думают, что грех – это интересно, сладко, приятно. Но вот что Давид говорит о грехе, вот именно то, когда он осознал этот грех. А в 7-м стихе 50-го Псалма он пишет следующие слова. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Можно предположить, что Давид пытался проследить вот свою греховную жизнь. То есть взял вот этот вот грех с Версавии и пытался ответить на вопрос «Ну вот как глубоко уходит грех в моей жизни?» Он начинает снимать один слой, второй слой, третий слой, четвертый слой. Он пытается ответить на вопрос «Как далеко грех идет в моей жизни?» Он говорит, что «Я в беззаконии зачат, и во грехах родила меня мать моя». То есть грех – это то, что вплетено в существо человека. Грех – это то, что вплетено в существо человека. Грех становится нетъемлемой частью жизни человека. То есть вот эти вот слова Давида, который столкнулся с реальной природой греха. И затем вот эти знаменитые, прекрасные слова его обращения к Богу. «Помножеству щедрот твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня». Вы знаете, вот может быть, он пытался проанализировать свое состояние, глубину греха. И вот какие слова он искал Богу, Господи, вот что можешь ты сделать с моим грехом? И он говорит «изгладь». Знаете, очень интересный образ. Говорят, что вот он использовал образ вот таблички, глиняной таблички, на которой был написан текст. А вот какие-то слова эту табличку выжигали. То есть слова оставались на выжженной в печи глиняной табличке. Вот когда у него был этот грех, он понимал, что где-то грех мой записан. Вот то, что у меня творилось в жизни, что происходило в моей жизни, грех этот где-то записан. Он обращается к Богу и говорит «изгладь». Разбей эту табличку, чтобы ее не было. Дальше он говорит «омой меня». Очень интересный образ. Образ женщины, которая пытается выстирать грязь из одежды. То есть настолько глубоко въелась в грязь, чтобы просто водой ее не отмыть. Ее нужно перетереть. Или о камень, или о доску. То есть «омой меня» – образ одежды, в которую въелась в грязь. Так, язык Давида «омой меня», «очисти меня». В его сердце были целые слои греха и рабства. И он понимал, что только Бог может очистить меня. Таким образом, история евангелиста Иоанна – это история о людях, которые немножко запутались в себе. Интересно, они настолько были уверены в себе и говорили «мы семья Авраама». Дальше они говорят «отец наш Бог, у нас один отец Бог». Несколько слов Христа о рабском состоянии человека и посмотрите, какая беспокоенность. Несколько слов Христа о том, что вы несчастные грешники и какая беспокоенность человека. К сожалению, братья и сестры, мысль о том, что я заслуживаю небес универсально для многих людей, многих поколений. К сожалению, мысль о том, что я как-то заслужу небес или заслуживаю небес, является верным признаком того, что мы не поняли Евангелие. Господь с уверенностью говорит этим людям «вас видно, что вы не любите Бога. Если бы вы любили Бога, вы любили бы меня». То есть очень легко было бы ответить на вот вопрос этих людей «вы не сыновья Бога, вы рабы греха». Между прочим, братья и сестры, вот в этом отрывке есть очень хороший, мне кажется, урок для нас с вами. Дело в том, что некоторые доктрины христианской веры, мы читаем это в этом тексте, некоторые доктрины христианской веры вызывают у человека отрицательную реакцию. Некоторые доктрины христианской веры вызывают у человека отрицательную реакцию. Больше того, некоторые доктрины христианской веры у человека вызывают эмоциональную травму, когда Господь говорит, вы несчастные грешники, посмотрите, как стал недоволен человек, потому что Господь разоблачает состояние человека. Слова Господа, вы несчастные грешники, в действительности это не яд, в действительности это лекарство. Это лекарство, когда человеку говорят о его грехе. Это лекарство, когда человеку показывают на последствия греха, на то, что грех сделал с тобой, что грех сделает с тобой, это лекарство. Это лекарство, которое ведет человека и открывает человеку Бога. Именно поэтому Господь говорил этим людям, вы несчастные грешники, для того, чтобы они могли увидеть Бога. Скорее всего, братья и сестры, вот сейчас мы с вами думаем о ком-то. Но вы знаете, вот для того, чтобы увидеть, насколько удивительно благодать Бога, необходимо посмотреть на себя. Почему же Божья благодать удивительна? Удивительно тем, братья и сестры, что эта благодать приходит к мертвому человеку. Благодать Бога удивительна в том, что эта благодать приходит к мертвому человеку, приходит, чтобы освободить тому, кто в оковах греха, освободить и дать жизнь. Попробуйте вспомнить, в какой момент в вашей жизни пришла к вам благодать Бога. Неужели тогда, когда вы сделали что-то хорошее для Бога? Неужели благодать Бога была ответ на том, какие вы хорошие люди? Это не Евангелие. Ничего не было бы удивительного в такой благодати, если бы Бог сделал то, в ответ на то, что мы сделали для Него. Может быть, это самая первая истина, которую человеку нужно вспомнить, признать. Я в духовном рабстве. Я в духовном рабстве. Это рабство может иметь много проявлений. Они могут отличаться от человека к человеку, но само рабство в корне одно и то же. Итак, с одной стороны, Господь подчеркивает рабство, в котором человек находится по природе. Посмотрите, с другой стороны, Он интересно говорит о свободе. О свободе, в которую Он вводит грешника по благодати. Это 32-36 стихи. Он говорит, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Или, Сын освободит вас, истина, свободны будете. А в нашем отрывке даны два ответа на вопрос, что такое свобода. А во-первых, это свобода от невежества. Или свобода от незнания. Во-вторых, свобода от греха. Сын освободит вас. То есть, человек становится свободным только через истину, которую принес Христос. И только через искупление, которое он достиг на Голгофе. Я не знаю, насколько вас интересует или волнует вопрос именно невежества человека или незнания человека. Но посмотрите, даже в вопросах нашей с вами повседневной жизни мы понимаем, что недостаток знаний сильно ограничивает человека. Допустим, в любой стране очень многие профессии закрыты для тех, у кого нет официального образования. Поэтому очень многие страны, в очень многих странах делается большой акцент на систему образования. То есть, общество всегда заботится о том, чтобы дети ходили в школу, чтобы были в школу, чтобы были учители. Вы знаете, вот в нашей стране, допустим, в нашей стране государство предоставляет транспорт для всех детей, чтобы все дети могли посещать школу. Но вы можете себе представить, вот даже при такой заботе, что каждый ребенок имеет возможность быть в школе, учиться в школе, вы можете себе представить, что 1% всех взрослых американцев не могут читать и писать. 1% в Соединенных Штатах Америки людей, взрослых, американцев, это около 2 миллионов людей, не могут читать и писать. Но если это верно на уровне повседневной жизни, это должно быть верно для духовного состояния человека. Человек, который не знает основополагающих истин христианской веры, не сможет прийти к Богу. Больше того, такой человек не сможет развиваться. То есть, Господь говорит, что истина освобождает человека. Дальше свобода от греха. Мы вот с вами уже отметили опасность греха для человека и положение человека под грехом. Это печальное состояние, где слушатели Господа не понимали свободы, потому что они не понимали рабства, в котором они находились. Интересно, что Господь не говорит о политической свободе или о такой свободе, с помощью которой мы освобождаемся от физического рабства. О какой свободе говорит Господь? Христос говорит о свободе человека служить Богу. Христос говорит о свободе человека служить Богу. Или свобода осуществить то, для чего человек был создан. Свобода осуществить то, для чего человек был создан. Очень известные слова христианского мыслителя. Ты создал нас для себя. И душа наша дотоли томится, не находит в себе покоя, доколе не успокоится в тебе. Оказывается, грех лишает человека способности жить для славы Бога. Грех затуманивает разум человека. Грех низводит в низшую ступень чувства человека. Грех сковывает в волю человека единственное лекарство – благодать духовного возрождения. Единственное лекарство для мертвого человека, мертвого по грехам и преступлениям – это благодать духовного возрождения. Поэтому в Священном Писании появляется прекрасное слово, которое определяет работу Бога над мертвым человеком, над теми, кто духовно мертв. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Красное слово – родиться свыше. Возрождение – благодать духовного возрождения. Таким образом, рождение свыше или возрождение является неотъемлемой частью христианства. Без рождения свыше невозможно войти в Царство Бога. Рождение свыше намного больше, чем неоднократная наша с вами попытка начать жизнь с нового листа. Когда Дух Святой воссоздает сердце человека, оживляет от духовной смерти к духовной жизни, человек теперь может понимать и познавать Бога. Таким образом, мы с вами, люди, не в состоянии что-то поделать с нашими грехами. Мы никогда не сможем искупить наш собственный грех. Мы никогда не сможем сломать силу этого греха. Мы не сможем кричить Богу и сказать, посмотри, у меня что-то есть. Писание говорит нам о заместителе, об искупителе, о Господе Иисусе Христе. Вы знаете, формы рабства и степени греховности человека могут сильно отличаться, не так ли? Мы с вами прекрасно понимаем, что кого-то грех, как мы с вами выражаемся, доводит до ручки. То есть человек, видимо, распущенный. Для кого-то грех – это незаметное состояние. Но скрывается, может быть, воспитанием или приличием. Внешность часто обманывает. Но в сердце, Библия говорит о том, что в сердце каждый человек – пленник. Он узник и он раб греха. Вот эти вот связывающие цепи греха в моем сердце могут сильно отличаться от ваших цепей. Но дело в том, что цепи греха одинаково реальны. Нами могут обладать разные грехи. Точно так, у Бога есть разные и много разных способов привести нас к осознанию, что мы порабощенные духовно мертвые грешники. Братья сестры, но как бы то ни было, Он предлагает нам только одно лекарство от рабства. Какие ни были бы формы греховности человека, у Бога есть только одно лекарство от рабства. Есть только одно лекарство – это Спаситель. Это Господь наш, Иисус Христос, Который когда-то стоял перед Его современниками и теперь стоит перед нами, чтобы сказать. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Что же удивительного в благодати Бога? А удивительного в благодати Бога следующее, братья сестры. Обычно работа в благодати происходит до того, как мы замечаем эту работу. Обычно работа в благодати Бога в нас происходит до того, как мы замечаем эту работу. В этом и есть удивительное действие благодати. Писание говорит о том, что не мы ищем Бога, а Бог ищет нас. Бог ведет человека ко спасению. Это удивительно. Закончу словами песни, которую мы иногда с вами поем. Всегда удивляться я должен. Христос, что нас возлюбил. Ведь я был неправдой исполнен, а ты кровь за нас пролил. Повесть чудная, вечно новая. Слушать я ее готов. Повесть чудная, вечно новая. Про Спасителя любовь. Аминь. Я предлагаю помолиться. Если у вас такое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Спасибо. Спасибо.